2 октября 2020 года. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, зрители! Сегодня мы с вами снова будем говорить об иностранных влияниях на Святой Земле. Я продолжаю знакомить вас с авторами клуба видеопутешествий ТОПУС и продолжаю рассказывать вам о богатстве истории Святой Земли. Ну вот действительно, никогда в жизни бы вы не узнали столько много в паломнической или туристической поездке, ни у одного гида просто не хватило бы времени охватить всё, что можно рассказать о истории Святой Земли. Я даже сейчас имею в виду не времён дохристианских, ветхозаветных, а хотя бы даже второй половины второго миллениума. То есть мы с вами в основном в последние несколько передач говорим о периоде второго тысячелетия, уже нашей эры, не только в выпусках блога. Мы ещё с вами гуляли по немецкой колонии, например, и в моих экскурсиях воскресных я стараюсь тоже рассказывать вам и показывать Иерусалим необычный. И вы узнаёте о тех периодах в жизни, в истории города, о которых вы никогда, поверьте, не узнали бы, приехав сюда просто туристами. Слишком мало времени. И вот сегодня мы с вами опять восполняем пробелы и будем говорить о Швеции. Вы, наверное, очень удивитесь, да неужели у Швеции есть какие-то связи со Святой Землей? Есть, есть и ещё какие интересные. Но начнём мы с вами с того, с чем вообще ассоциируется вот лично у вас Швеция. Я думаю, что тут же начнутся какие-то негативные мысли, ассоциации типа войны, викинги-разбойники, бандиты, грабители, убийцы и так далее, войны российские, да, бесконечные конфликты, Швеция – главный враг наш. Конечно же, гомосексуализм, лесбиянство, гендеровская политика, все вот эти вот жуткие новоязовские слова и выражения, да, связанные с состоянием духовным современной Швеции, скажем так. Однако всё не так просто, не так плоско, ну, как это обычно и бывает на самом-то деле. Естественно, что у кого-то, может быть, всплывут какие-то более добрые ассоциации, например, с литературой. Вот скажу вам сразу, что клубы, видеопутешествия ТОПУС борются со штампами. Мы стараемся изучать мир Божий, мы стараемся привлекать людей, которые экскурсоводы, гиды, которые также, как мы, настроены на изучение жизни вокруг, для того, чтобы разрушать стереотипы, штампы и плоское, вот такое, знаете, шаблонное мышление, представление о народах и странах. И сегодня вас ждёт встреча с жительницей Стокгольма, нашим новым автором клуба видеопутешествия ТОПУС, который зовут Ира Стомберг. Это вообще очень интересная история, потому что у нас с Ирой была масса возможностей познакомиться и встретиться до создания проекта ТОПУСа, но так вот получилось, что благодаря ТОПУСу мы, собственно, нашли друг друга. Так вот, для начала я расскажу вам немножко мою историю связи вообще моей с Швецией. Началась она, естественно, с литературы. Когда я была маленьким ребёнком, у нас в доме была самая-самая любимая детская книжка «Приключения Эмиля из Лёни Берге», которую написала замечательная писатница Астрид Лингрен. Эту книгу я могла читать бесконечно, особенно я её любила читать, когда я болела, например, и у меня была температура, и нужно было лежать в кровати. Сперва читала вслух мама, потом перечитывала я сама. И вот этот мир шведского хутора XIX века, жизнь шведской семьи, в чём-то такая близкая, понятная нам, да, вот, россиянам, русским людям, а в чём-то совершенно другая. Там я впервые узнала, что по хуторам ходил у них пастор. Раз в какое-то время все ждали, это был праздник, к нему готовились, посещение пастора. Он сперва задавал вопросы, то есть был экзамен по Библии, а потом все пили кофе, кушали и общались так вот неформально. И мне, росшие в Советском Союзе девочки казалось, боже мой, ну как это здорово, почему у нас не могут батюшки вот так приходить, собирать всех там жителей нашего двора, например, да, и устраивать вот такие экзамены по Библии. Меня это очень заинтересовало, что, оказывается, можно не просто читать, чтобы молиться, а можно изучать Библию. Вот это впервые действительно в моей голове зародило вот это желание изучать священное писание, а не просто его читать, ну, как часть молитвенного правила, или просто как часть жизни верующей семьи, да, а именно изучать, разбираться по картам и так далее. Ну, потом, конечно, Карлсон, потом, конечно же, Сельма Лагерлёв с её удивительным совершенно, с удивительным произведением «Путешествие Нильса с дикими гусями». Эта книга очень глубоко запала мне в душу, она очень христианская книга. Потом у нас были какие-то перепечатанные на машинке бумаженцы с её христианскими рассказами. Это такие легенды о Христе, но они очень трогательные, многие из них основаны на христианских преданиях, да, то есть просто пересказанных, переработанных уже в её протестантской интерпретации, но тем не менее эти христианские легенды, предания Сельмы Лагерлёв вошли в литературу 19 века, такую вот, да, религиозную. Читали это детям люди, как в качестве святочных рассказов и так далее. То есть наши предки с вами, скорее всего, знали хорошо. И вот, приехав на Святую Землю, я обнаружила, что здесь, в Иерусалиме, есть шведский след, ещё какой. Конечно, это было не нарочно, случайно. У нас есть красивейшее здание, называется American Colony, здание американской колонии. Пригласил меня туда впервые, естественно, мой будущий муж Рафаил, и мы с ним какой-то кофе там пили, естественно, мы тогда только встречались ещё, поэтому это было днём, мы просто пришли вот так вот, как говорится, гуляли по Иерусалиму и зашли. И я, хотя мимо этого места много раз ходила, внутри не была, и историю его не знала. И вот, благодаря Фоли, я узнала массу интересных вещей. Во-первых, американская колония была построена одной американской семьёй, которые потерпели страшное, перенесли, вернее, страшное горе. У них в кораблекрушении погибли четыре дочери. И они, как верующие протестанты, очень мужественно, с благодарностью Богу, это горе восприняли и решили переселиться на Святую Землю, для того, чтобы творить здесь дела милосердия всем, кто приезжает сюда в качестве паломников или просто бедным местным жителям. Они купили дом, который до этого принадлежал одному шейху и его четырём жёнам. Через несколько лет их деятельности к ним присоединились сперва 70 шведов из Америки, переехавших жить на Святую Землю, к святым местам, а впоследствии ещё 55 человек из небольшого шведского прихода нас, которые вот именно осмысленно, уверенно хотели жить здесь, ради того, чтобы здесь ожидать Второе пришествие Господа. Это очень похожие идеи на немецких протестантов-темплеров, о которых мы с вами уже говорили, которые жили здесь, в немецкой колонии. И вот они также, как немцы, очень много трудились, прекрасно стали развивать и сельское хозяйство, скоро уже американско-шведская вот эта колония имела свои собственные пшеничные поля. Они устроили европейские пекарни, и арабы с удовольствием покупали у них хлеб, также они подкармливали и бедных паломников. Кроме того, они стали ткать, шить, занимались тоже кузнечным делом, ремёслами, продавали всё это и местному населению, и для нужд своей общины делали всё необходимое. И вот так эти трудолюбивые европейцы принесли сюда тоже частичку своей веры, своих убеждений, своих ценностей. Кстати, в этой американской колонии некоторое время жила Сельма Лагерлёв, та самая известная шведская писатница, которая про Нильса написала любимую детскую книжку. Она ещё и автор многих произведений для взрослых, у неё есть замечательный роман в двух частях, который так и называется «Иерусалим», вот как раз об этих шведских переселенцах. Кстати, она лауреат Нобелевской премии по литературе, и вот она жила в Иерусалиме, вот в этой самой американской колонии. Кроме того, у нас ещё есть шведский богословский институт, который находится на улице Невиим в самом центре Иерусалима, и тоже здесь изучают святую землю, ислам, иудаизм. Шведские студенты из разных стран приезжают. Очень красивое здание, его все иерусалимцы знают. Это дом знаменитого нашего архитектора конца XIX века Конрада Шика. Кстати, был другом отца Антонина Капустина нашего. Так что, видите, шведский след в Иерусалиме немаленький, действительно так. Если мы будем говорить с вами о шведах в целом, о Швеции, как христианской стране, то мы увидим очень сложную историю христианизации Швеции. Начнём мы с вами с того, что вообще-то из-за того, что Швеция не была частью Римской империи, христианство пришло туда фактически на тысячу лет позже, почти на тысячу лет позже, чем, скажем, в Англию, в другие места, которые были частью Римской империи. Соответственно, шведы очень долгое время оставались язычниками. Но стоп, вообще, кто такие шведы? Шведы, это вообще-то изначально, это были викинги, те самые варяги, к которым обратились наши славянские племена, и сказали, земля у нас обширна и хороша, но порядка в ней нету. Приходите и владейте нами. И так начался род Рюриковичей, из которых были наши великие князья. В принципе, большинство учёных нам говорит о том, что варяги и викинги – это одно и то же. И дальше в литературе мы встречаем и в других местах, кроме летопсевременных лет. Слово «варяг» употреблялось в отношении наёмных воинов из Скандинавии, которые служили при дворах разных королей и так далее. Даже само слово «русь» или «росс», Россия от чего произошла, оно скандинавского происхождения. Мы с вами также знаем, что знаменитая Анна Новгородская, принцесса Ингегерда, жена Ярослава Мудрого, была дочерью шведского короля Олафа. Это X век, да, то есть вот в те годы Россия очень активно имела связи, имела связи в том числе и со Скандинавией, и особенно, конечно, ну, естественно, после христианизации Швеции, когда Русь только-только ещё начинала тоже христианизироваться, креститься, вот как раз были очень крепкие связи у нас. В принципе, можно сказать, что христианизация Швеции и крещение Руси происходила примерно в один и тот же исторический период. Христианизация началась с 829 года с деятельности нашего общего святого, потому что это было до разделения церквей, по имени Ансгар, или иногда называют его Ансгарий. Это был епископ из Бремена, который проповедовал, жил в Скандинавии, и он, в принципе, крестил шведов. И вот Ансгарий в городе Бир, в древнем викингском торговом центре, построил первый храм, и с этого времени начинается христианизация Швеции. Заканчивается же она где-то к XI веку только лишь. Русь крестилась в конце X века, в 988 год. То есть это очень-очень близко. Надо сказать, что вообще христианизация в Швеции шла очень трудно. Связано это было с тем, что... Не только в Швеции, а вообще в Скандинавии. Связано это было с тем, что очень многие понятия христианские были фактически непереводимы на местный язык. И было очень трудно их передать в полноте, не в языческом, а именно в христианском смысле значения, местным племенам и народам. У северных народов, у северогерманских и скандинавских племён потрясающая, богатая своя древняя мифология. Если вы когда-нибудь читали в молодости викингские саги, то это целый мир, это такой фэнтези, который не снился вообще. Я не знаю, это просто абсолютно самодостаточный, огромный, глубокий мир. Мне особо, конечно, более знаком и близок именно древнегерманский вариант вот этих мифов. Почему? Потому что, как все музыканты, естественно, Вагнер с его кольцом Нибелунгов, а с его вот этими древнегерманскими сюжетами для опер, ну, естественно, мы все это проходили, любили, читали потом сами эти вот уже произведения, на основе которых Вагнер творил, про бога Вотона, его жену Фрею и так далее. Это бесконечно, это потрясающее эстетическое какое-то, вы знаете, такое удовольствие ты получаешь от древности, которая веет из этого. Это какая-то древняя мудрость, какая-то древняя правда, которая в народах, вот в этих жилах хранилась. И, конечно, при таком богатстве им нужно было очень сильно сердцем именно принять Господа Иисуса Христа. Они не могли это принять на уровне еще одних мифов и легенд, чуждых им совершенно. И поэтому, как пишут те викинги, которые принимали христианство, они принимали его очень глубоко и очень искренне. И они действительно изменяли свою жизнь и так далее. Вообще викинги не были такими уж прямо абсолютными пиратами. Они, ну, конечно, они были жестокими воинами и захватчиками, но вообще-то они еще были купцами, торговцами, мореходами и первооткрывателями. Многим из них двигал действительно интерес к топосу, к месту. Они очень далеко ходили, и в Аравии бывали, и в Индии бывали, и по всей Византийской империи бывали в своих походах. Они торговали, они открывали новые земли и открывали для себя христианство. И принимали его, и привозили его домой. То есть вот это действительно такой процесс тоже был. И вот в связи с тем, что, еще раз, свой эпос очень богатый, своя мифология, а язык очень своеобразный, не быстро шла проповедь, но глубоко и хорошо. Но так сложилось, что окончательно приняли христианство скандинавские народы в тот момент, когда церковь разделилась на восток и запад. И в результате они приняли западный вариант христианства, то есть католицизм. Поэтому не можем мы с вами осуждать скандинавов, финнов, шведов, что они изначально неправославные. К ним христианство пришло позже, просто-напросто. И в результате они оказались католиками и впоследствии протестантами. Если же говорить о православии, то принесли его туда, в скандинавские страны, в том числе в Швецию, наши русские новгородские купцы. Уже в 17 веке, то есть Петр I, они принесли христианство, православие. Прежде всего, конечно, им хотелось, чтобы те их братья, которые по вере, я имею в виду, которые жили, работали в Швеции, чтобы могли ходить в храмы, да и просвещение местных народов тоже их интересовало. И они стали строить храмы. В Швеции есть православные храмы, сейчас уже есть и православные приходы из местных шведов, состоящие полностью, то есть совсем не русскоязычные, разные. Но это отдельно интересная тема, и, может быть, когда-нибудь мы с вами до неё и дойдём. Пока же у нас есть возможность начать знакомство со Стокгольмом, с нашим гидом Ириной Стомберг, со Стокгольмом светским, историческим. Ирина вообще очень интересный человек. Ирина родом из города Москвы. Я вам обещала рассказать, почему вы могли познакомиться с ней до топуса однозначно. Ирина родилась и жила в Москве, когда она ещё была подростком. Потом родители переехали в Иерусалим, в Израиль, и 13 лет почти Ирина жила здесь. Из них, я имею в виду, в Израиле, из них 5 в Иерусалиме. Соответственно, все шансы встретиться в таком маленьком городе были. Очень, может быть, даже где-то и пересекались, но как-то не познакомились. Потом Ирина уезжает в Швецию. Как, почему, мы с вами узнаем скоро. И вот Ирина оказалась зрительницей нашего блога, обратилась ко мне. И так она стала автором клуба «Видеопутешествия Топус». Ирина – видеоблогер. У неё замечательный, я это говорю не ради рекламы, абсолютно искренне, замечательный блог по Швеции, о Швеции, о повседневной жизни там, о тех проблемах, горестях и радостях, которые есть у тамошнего общества, о бытовых вещах, о культурных вещах, исторических. Блог очень разнообразный, очень живой. Я с удовольствием, когда есть время, смотрю выпуски. Кстати, последний выпуск очень был интересный, недавно сделанный. Сравнение Швеции и Израиля. Очень интересно и со всем, что Ирина говорит об Израиле. Я, в общем-то, согласна. Действительно, это так. И, конечно, у вас есть возможность побывать теперь в Стокгольме. На сайте «Видеопутешествия Топус» есть, Ирина, обзорная экскурсия по Стокгольму. Очень хорошее, яркое, качественное, тёплое, интересное. И мы ждём продолжения. Ира обещала на этом не останавливаться. Но вот Ира уже с нами на связи. Ирина, привет! Я тут уже немножко поболтала вместо тебя и рассказала зрителям о том, что ты жила в Иерусалиме. Расскажи, пожалуйста, теперь ты вот из первых уст уже немножко о твоих иерусалимских годах, о твоём отношении к Иерусалиму. Добрый день, Анна! Очень приятно с вами сегодня пообщаться. У нас погода волшебная в Стокгольме, хоть и уже глубокая осень, по идее. Да, я очень долго жила в Израиле. Ну, как долго? Треть моей жизни, 12 лет. И из них 5 лет в Иерусалиме. В Иерусалиме я переехала, чтобы учиться на международные отношения и английская литература, на факультете английской литературы в еврейском университете на горе Скорпус, Mount Scorpus, да, Arts of Fim, то, что называется на иврите. И для меня это был, знаете, университет на горе. Честно говоря, я ещё очень люблю писателя Томаса Гарди английского, и у него есть книга «Джуд неизвестный», может, кто-то из вас знает эту книгу. И там Джуд маленьким мальчиком сидел и смотрел на холм, на, господи, Christminster, да, смотрел на университетский город Christminster, воображаемый город, и вот ему казалось, что там, там вся наука, там вот, там умы, и плохо закончится книга. Но я тоже так сидела и думала, господи, вот он, университет на холме, он так красиво расположен. Я работала, пока училась, все годы работала в пекарне Ben Ami, работала в, ой, работала в отеле на ресепшене, в отеле Inbal. И очень любила Иерусалим, особенно район Эмикрофаим. Безусловно, старый город, в нем столько намоленности, всех религий. И в синематеке очень много проводила время. Для меня Иерусалим – это пуп земли и центр мира до сих пор. Я очень люблю Стокгольм, с детства люблю Стокгольм, живу в Стокгольме по любви. Но при слове «Иерусалим» у меня начинает сильнее биться сердце. Это золотой город, в котором как будто ты пропитываешься чем-то, знаете, как будто у него прямой канал с небом. Вот честно, такое ощущение. Вот-вот, когда я только начинала еще приезжать в Иерусалим с родителями по бизнесу, у папы были дела с Израилем, и мы приезжали, уезжали. Вот каждый раз, возвращаясь в Москву, вот ровно то же чувство. При слове «Иерусалим» вот так вот наливаются глаза слезами и просто тянет туда. Вот это даже невозможно объяснить. Вот эти камни – это дух иерусалимский особый, да, вот ни с чем не сравнимый. Да, это действительно так. Хорошо ты сказала, город на прямой связи с небом. Хорошее выражение очень. Скажи, пожалуйста, так почему же Швеция? Ну вот нормальные люди все куда уезжают из Израиля, если уж уезжают? В Америку, в Канаду, да? Есть такие, которые даже в Россию возвращаются. Почему Швеция? В Швецию я переехала в 2007 году по большой любви к городу, не к человеку. Человек прибавился потом, у меня шведская семья, что называется. Два ребенка, муж, дом, Вольво. Вот собаки только нету, а так говорят, что это шведская семья. Почему, а не то, что вы подумали. Почему все-таки Стокгольм и Швеция? Знаете, я с детства очень любила Скандинавию. Мне всегда были интересны и мифы скандинавские, и сказки Астрид Лингрен. Я живу, не живу, сижу. Я сижу в районе Васастан. И это район, где летал Карлсон, где жила Астрид Лингрен. И поэтому район регулярно вожу экскурсии. И вот для меня здесь именно духовная наполненность, для меня здесь это мой мир. Я принадлежу именно вот этому миру. И было очень сложно уезжать из Израиля со всей моей любовью к Израилю. У меня недавно на канале было видео про сравнение Израиля и Швеции. Я постаралась сделать максимально нейтрально, хотя в Швеции это мое место. Но я абсолютно объективно до сих пор вспоминаю Израиль только самым лучшим словом. И очень скучаю, конечно. Но я часто езжу, у меня родители в хайфе. Училась я на политолога очень долго и лингвиста. И сегодня мне эта учеба очень помогает, потому что, безусловно, понимать, как вообще история... Вы понимаете, вот эту мозаику истории очень важно гиду. А начала водить я экскурсии, когда у меня, кстати, была работа, достаточно хорошая, по образованию. Но я просто поняла в какой-то момент, что меня больше всего интересует все-таки Стокгольм, истории Стокгольма. Истории улиц, людей, истории зданий, истории островов, Стокгольм на островах. История всего про этот город. Плюс я очень болтливая. Вы это скоро поймете. И я очень люблю людей. Я очень люблю людей. И когда я поняла, что есть профессия, которая все эти три вещи объединяет, я начала водить экскурсии 9 лет назад. Скажи, а когда ты вводишь русских по Стокгольму? Ну вот действительно места не заезжены. Действительно знают о нем, в общем-то, мало. И опять же, стереотипные мышления, опять же, какие-то свои штампы в голове у каждого. Чем ты хочешь больше всего поделиться? Когда я вожу экскурсии, что мне важнее всего передать людям? Это... Ой, ребят, очень многое. Безусловно, историю. Безусловно, какой-то местный колорит в плане еды, людей, менталитета, социального строя. Но мне очень важно передать, например, шведские ценности. А вообще, я люблю рассказывать живые истории. Не только про фасады зданий, хотя у меня есть целая история только про архитектурные фасады и то, как изменялись стили в Стокгольме. Но мои самые любимые истории, это про живых людей, которые живут все еще. Хотя не только. Я кладбище тоже люблю. Ведь мертвых стокгольмцев больше, чем живых. Я даже дипломную работу писала на курсах гидов, которые я совсем недавно взяла. У нас не обязательно эти курсы. Но я получила лицензию, и у меня была дипломная работа про историю Стокгольма через кладбище. Но живые истории, когда ты видишь продавца в магазине, знаешь его историю и знакомишь людей с ним, для меня это вот живой город в этот момент. Когда ты знаешь, как за последние пять лет изменился рецепт булочек с корицей, вот это очень важно. Многие, наверное, думают, что это на экскурсии не совсем адекватная информация. А я твердо уверена, что Швецию не узнать без этих деталей. Вообще, Швеция – это незаезженное направление. Это не Турция, не Испания. Хотя к нам, конечно, едут многие русскоязычные. Едут, конечно, особенно Петербург, который очень близок и похож на нас. То есть Петербург, да, похож. Не Стокгольм похож на Петербург, а наоборот, правильно? И немцы очень любят. А вот среди русскоязычного населения, безусловно, южные направления побеждают. Но Стокгольман маленький, он много и принять, наверное, не сможет. В Стокгольме еще нет миллиона человек, но в Большом Стокгольме полтора. И, наверное, самые известные темы, которые я освещаю и ради которых едут – это викинги. Ира, расскажите про викингов. Или про Густава Васса. Или про то, почему Швеция была нейтральная в обе мировые войны. Но я в своих соцсетях, в Инстаграме, на Ютьюбе очень много про Астрид Лингрен рассказываю. Я вожу экскурсии в квартире Астрид Лингрен. В том числе у меня все еще, по-моему, висит прямой эфир из Инстаграма, но он висит на Ютьюбе. Экскурсия в квартире Астрид Лингрен. И мы прям проходим, видим ее кровать, ее стол письменный, где сказки создавались почти. Переписывались начисто, правильно сказать. И я такой амбассадор, все-таки Астрид Лингрен в русских соцсетях. Поэтому многие едут сюда и берут у меня экскурсию именно по Астрид Лингрен, потому что это тема, которая моя профильная тема, так сказать. Ирина, спасибо тебе большое, что нашла время. Я надеюсь, что мы еще увидим тебя и в клубе видеопутешествий ТОПУС на экскурсиях, и в моем блоге. Анна, спасибо огромное за возможность поболтать. И до встречи на моих экскурсиях на сайте ТОПУСа. Дорогие друзья, если вас заинтересовала Швеция, я приглашаю вас, во-первых, посмотреть выпуски блога Ирины Стомберг и стать подписчиками. Сейчас вы видите на экранах еще раз имя Ирины, так и называется ее канал на Ютьюбе. В описании же к этому видео вы найдете ссылочку. Переходите, подписывайтесь. Действительно, если вас интересует жизнь в других странах, то по Швеции лучшего блога вы не найдете. Также у Ирины есть замечательный Инстаграм, самый большой Инстаграм по Скандинавии на русском языке. Я тоже даю ссылку на него в описании к этому видео. Ну, а у нас в клубе видео путешествия ТОПУС вас ждет обзорная экскурсия по Стокгольму Ирины Стоунберг. Мои дорогие, я прощаюсь с вами. Всего самого хорошего, дорогие. До свидания. Продолжение следует...